Всем привет! Хотел несколько слов сказать о такой особой вещи, как состоянии сознания в танце, в движении. То, с чем мы можем встретиться, если мы действительно по-настоящему погружаемся в подобное движение, в подобное спонтанное танце, и на самом деле не только внутри формы, это тоже возможно. Это особое состояние сознания. Это опыт, знакомый очень многим людям, что, когда по-настоящему танцую, это другое состояние сознания. Мы называем это «рошины» или «потоком» состоянием сознания, и в них мы выделяем особую такую категорию, которую мы называем «экстатическим состоянием сознания». Это действительно то переживание, когда поток движения, поток танца захватывает тебя и несет намного дальше, чем ты мог бы оказаться своими собственными силами. У меня есть опыт этих переживаний, и он достаточно регулярный. Потому что, действительно, когда я отпускаю себя, следуя за потоком движения, музыки, тем потоком, который есть сейчас, то это все равно будет танцевать намного дольше, чем я обычно танцую, намного ярче, чем я обычно делаю. И это переживание, такое экстатическое переживание танца, на мой взгляд, может быть очень важно, даже нужно, особенно в те моменты, в те периоды жизни. Мы чувствуем, что там внутри, самими собой, тесно. Действительно, вот это «я», повседневное «я», мы становимся слишком пустим. Потому что есть невыраженные чувства, потому что есть тот уровень стресса, которым мы не справляемся, потому что есть сложные вещи, которым мы еще чего-то не сделали важного. И в этот момент очень важно расчистить этот внутренний процесс. И экстатические переживания могут этому помочь. Например, как в этот понедельник, 22 октября, у нас будет как раз такое экстатическое путешествие, кстати, в Джонни, и если это имеет смысл, тогда нас прекратить. Спасибо. 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 Спасибо.